Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Кирилл Бурдаков, доброе утро Здравствуйте Кирилл, доброе утро, спасибо, что пришел, ждали Но мы сегодня хотели о футболе поговорить и о многих других вещах Наверное, начнем с футбола все-таки, да? Седьмой тур чемпионата Там же и Ахмата интересные, и Зенита интересные Давайте обо всем поговорим, что происходит прямо сейчас Зенит у нас уходит прямо в отрыв после этого тура После седьмого, пять очков уже преимущественно вторым местом Хотя как-то не очень так и верилось перед сезоном, да, Сергея Семака По сравнению с теми именами, которые на тренерском мостике-то у Зенита В предыдущих сезонах Виллаж Бош, Луческу, Манчини А тут наш родной, совсем еще молодой, немного совсем поработавший Сергей Богданович взялся и Одна ничья во всеми турах Очень даже неплохое начало, 19 очков А конкуренты-то хромают, соответственно А кто там хромает у нас? Кто именно? Хромают-то те, кто в прошлом году был на пьедестале Локомотив Да и Спартак на самом деле не везде хорош Ну и ЦСКА Но от ЦСКА, наверное, не очень многого и ждали После той перестройки, которая случилась просто глобально Слушайте, ну давайте вот для тех непосвященных Что за перестройка? Почему хромают те, кто был практически чемпионом? Ну, мы сейчас дойдем Ну, практически чемпионом Был чемпионом локомотив, но по всей видимости команда либо готовится к Лиге чемпионов Которая ей предстоит сегодня, между прочим, значимое сегодня событие Начинается главный турнир, я думаю, сезона При всем уважении к чемпионату России Кому-то там Миле и Англия, кому-то Испания или Германия Но Лигу чемпионов смотрят все И это действительно объединяет поклонников футбола Какими бы разными ни были И вот сегодня наш клуб начнет Причем в таком месте, куда никому не пожелаешь съездить Собственно, в Стамбуле На стадионе Галатасарая Эта игра пройдет А я знаю, почему не пожелаешь съездить Потому что очень активные всегда турецкие болельщики Они прям как-то так яро за своих болеют Что немножко страшно становится Там на стадионе вывесочка висит Добро пожаловать в ад Все понимают На самом деле? На самом деле, да А вот вы меня извините В Валерии как-то подкованных вопросов даже не ожидала А на стадионе, может быть, вывесочка-то и висит А в Твиттере они по-русски поприветствовали Добро пожаловать в Стамбул Так что вот ждут нас и любят Мне кажется, у вас на кухне такая висит Нет, у меня такая не висит, чтобы наговаривать У меня кухни-то нет Так вот, Локомотив в первых турах, конечно, потерял В некоторых случаях свои очки Пока не поражает игрой Там что-то все говорят Фернандеш, который лидер прошлогодней команды Португальц, который на чемпионат мира ездил И с Криштианом Роналду с тем самым в одной команде играл Ну, как играл, вышел минут на пять в последнем матче Не особо помог Но, тем не менее, ездил с чемпионата России Человек, Мануэл Фернандеш Сейчас у него начались проблемы Ну, как сейчас Где-то около полугода назад С контрактом то продлевает, то не продлевает То денег ему отбирают, то дают больше Ну, в общем, человек сейчас думает, наверное, о футболе Не в первую очередь Потому что дела, так сказать, денежные Он не молодой уже парень Надо и о пенсии позаботиться Ну, вот, может, поэтому игра не очень складывается Он же не забил еще, по-моему, на чемпионате мира пеналити Не по-твоему, а столько давно не забил Нет, 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 Фернандеш Фернандеш, по-моему, не забил Нет, нет, не о том Фернандеше речь Это Фернандес не забил Наш родной российский родившийся Как же я мог? Не только ты, я тоже смогла Одна буква, как плохо Такие разные судьбы Марио Фернандес как раз-таки в ЦСКА один из тех, кто остался А вот Мануэл Фернандеш, это португалиц Он ездил за сборную Португалии на чемпионат мира Вот у него пока не очень идет Как не очень идет у братьев Антона Алексея Миранчуков Федор Смолов перешел в команду Он тоже не забил в том самом матче пенальти Но, правда, в отличие от Фернандеса Получил такую порцию критики, что, думаю, долго еще отходить будет Вот он же долго сидел там полчаса практически на поле после окончания Да, да, да Вот эта история всем известная Слушайте, а вот ваши коллеги приходили и говорили, что там была какая-то пресс-конференция И уже он отошел, огромная толпа, хотят все себе фотографировать С автографа берут, нормально все, нормально, народ любит его А голы-то не забиваются И ничего страшного, ну так бывает Ну, точнее, один он забил Но ворота Анжи, Анжи Махачкалинский в этом году представляет, конечно, зрелище К сожалению, жалко Это вот клуб, который собирается закрываться из-за финансовых проблем? Ну, собирается, не собирается, не совсем понятно Но не все там у них хорошо Состав собрали такой, что не то, чтобы в премьер-лиге играть Я думаю, даже в первом дивизионе было бы сложновато То есть рангом ниже, где там, ну, очень посредственный составчик Вот, собственно, проблема Локомотива Спартак умудрился проиграть Ахмату Когда у нас матч был, в воскресенье, да, вечером Дома, на своем поле Вообще, Ахмат в Москве как бы играл очень посредственно всегда Особенно со Спартаком Там до весны этого года было 7 поражений при двух ничьих Ну, вообще никуда статистика А тут весной, во-первых, Ахмат взял, да выбил Спартак По большому счету из чемпионской гонки Победив 3-1, Локомотива развязал тем самым руки На пути к тем самым медалям, которых у Локомотива не было 16 лет И теперь взял еще раз Спартак, обыграл Опять 2-1, причем сменив тренера Рашид Маматкулович Рахимов вернулся в Грозный До, сколько, 3 года его там не было Вот, вернул состав почти всех тех, кто у него еще играл Убрал новых Ну, не всех, конечно, но частично И вот Ахмат взял, да сотворил в Москве сенсацию Кирилл, а давай мы сделаем небольшую паузу сейчас Да, вообще Кирилл так раз как художественная книга Хорошо, да, ну раз и пошло Тем не менее, перерывчик небольшой, друзья 3-4 минутки, мы вернемся к вам Страна ФМ и Спортэкспресс представляют В стране о спорте Лайв В стране о спорте продолжается Кирилл Бурдаков из издательского дома Спортэкспресс Сегодня месяц с нами Мы начали о футболе Я предлагаю продолжить футбольную тему Потому что мы еще не закончили С удовольствием Ну, собственно, начали мы тогда с вопроса о том Что же случилось с этим летом с ЦСКА Случилась там глобальная перестановка В том плане, что целый ряд важнейших для команды игроков Команду покинул Сергей Игнашевич, игравший на том чемпионате мира Братья Алексея Василия Березуцкого Много-много лет с Игнашевичем Составлявший линию обороны ЦСКА И сборной России Но до чемпионата мира не доигравший Все они завершили карьеру Ну, возраст немолодой уже И массово ушли ЦСКА пришлось, то есть, по большому счету Закупать новую линию защитника Вызвали из Урала Чернова Ну и набирали уже Исландца Магнусона Привезли Бекау Кириона Бабкина Решили защитником сделать Тоже не самого юного футболиста Ну, центральным защитником Был крайним всю жизнь Плюс Понтус Вернглум Швед И Биброс Надха Израильтянин Тоже очень важные для команды игроки Ушли И ушел Георгий Миланов Ушел Ахмед Муса Но это уже люди, которые Не так много были Муса был в свое время важнейшим Потом был продан за очень большие деньги в Англию В Англии, естественно, не заиграл Что нормальная ситуация За СССР Они продают за большую сумму довольно А потом берут бесплатную аренду Ну, или платную Но Гораздо более выгодную аренду Его оборота Ну, это уже с несколькими игроками Слушай, а зачем это англичанам вообще не понимают? Ну, они видят прекрасный футболист Забивают кучу голов Играют за сборную Нигерии К разговору о Мусе За сборную Кот-де-Вуара К разговору о Думбья, например Который был до этого Сиду Ну, там были не англичане Там были итальянцы Рома, ну, не суть важна Они, естественно Он забивает тут в России кучу голов Забивает в Лиге чемпионов В том самом главном турнире Красота Какой гений у вас есть Потенциал Выкладываем за него там 20 Ну, плюс-минус 5 миллионов евро Он приезжает И они понимают, что Ну, что-то не то И он что-то забивать резко перестал Ну, они там Маринуют На лавочке Выпускают изредка В случае с Думбья, по-моему, вообще не выпускали Мусу иногда выпускали Там в Кубке Лиги Поиграть, побегать Ну, во второстепенных турнирах А, кстати, переходил в чемпиона страны Блестер Английского Не зашло Ну, а тут ЦСКА А давайте мы Он у вас не играет все равно А мы его в аренду возьмем на полгодика Он приезжает в Россию Из Думбья, так было И с Мусом Он приезжает, начинает голы забивать Опять Все как раз В чем же другие деньги? А кто его знает? Ну, вот магия Магия красно-синих цветов Слушай, может быть, они попадают Совершенно другого уровня футбола? Да нет Нет, это просто связь Причем уважения ко всем Ну, он, конечно, здесь уровнем пониже Кто бы спорил Но, тем не менее, не настолько Чтоб человек, который здесь Там минутой пользуется И приносит результат А туда уезжает И ему там 180 Дают и без толку Может быть, здесь доверия просто больше Может быть, вот мотивации больше Но я хотел спросить Неужели они не знали о том Что вот у людей подходит возраст И они сейчас будут отчаливать на пенсию? Ну, то есть они заранее просматривали Каких-то игроков Которых они будут приглашать И не успели их стренировать? Ну, когда набирают просто новую команду Вот сейчас А за лето ЦСКА набрал человек 8 новых И все примерно одного возраста 19-22 года Понятно, что они не сыграются там в один момент Ну, они просто друг друга не знают элементарно Некоторые приходили уже по ходу сезона Там Ивана Обликова Из Уфы выписали 31 августа Исланца Сигурдсона Японца Нисимуру Они вообще только в последний день приехали Некоторые уже чуть подольше сыгрываются Плюс еще в прошлом году Виктор Михайлович Гончаренко Главный тренер ЦСКА Начал подтаскивать Там Федора Чалова Тимура Жамаледдинова Гордюшенко Хасон Ну, целый ряд молодых своих Из дубля игроков Соответственно, просто ЦСКА неплохая команда в потенциале Но Просто смотришь заявку И привыкаешь Так одним именам Там Игнашевич, Березуцкий, Березуцкий Верн, Лумнатха Понимаешь, кто одинокий Феев в ворота, слава богу, остался Для болельщикого армейского клуба И, к несчастью, для их противников Там Марио Фернандес Тот же самый лучший Безусловно Один из лучших правых защитников чемпионата мира Если не лучший Тоже остался в ЦСКА Это люди вокруг Алан Загоева Люди вокруг которых строится игра Но вот все равно Обновленную кровь Это же всегда хорошо Может быть сейчас Какие-то новые фамилии Как выстрелят Они уже стреляют У нас сейчас лучший бомбардир чемпионата Федор Чал Человеку в апреле 20 лет Исполнилось Он забил вот в 7 матчах 6 голов Посмотрим, что будет дальше В Лиге чемпионов И там, может, англичане Уже это деньги готовят Слушайте, а можно я Немножечко скакну Я вот по поводу Как раз-таки Вот англичан Да, они пытались Головина забрать Головину Ушел в Монако То есть они прям весь Очень хочется верить Что Головин не повторил судьбу Что не повторит судьбу Мусы, Думбия Не приедет скоро В бесплатную аренду Или в платную аренду Не хочется Хочется, чтобы он все-таки Там заиграл Показал результат Но история немножко напоминает Опять же, человек Который здесь феерил На чемпионате мира феерил Уехал в Европу И что-то как-то пока Нам срочно нужен Овечкин от футбола Вот так вот Ух Сильная заявка, мне кажется У нас что? Ну таких в этой истории много было Да, Витя и Аршавин И Павлюченко Да, у всех Ну, если честно Большому счету не получилось Аршавин выдал там Такие полтора сезона Что, ой-ой-ой Он сначала был молодец Молодец, потом расслабился Это человек, который Ну, за последние 15 лет Единственный из наших Кто себя показал Ну Свой уровень в Европе показал У меня же мало полтора сезона А вот потом, когда пошла уже История с чипсами Там уже все складывалось Спортивную форму потерял Ну, нет Не потерял Но все-таки это команда Супер уровня команды Которая требовала от него Постоянной отдачи Арсенал, конечно И первые полгода Он выдал феерически Следующий сезон Очень хороший Я вот прям быстренько Про Аршавина А вот сейчас же То есть это тогда У него были успехи Но он ведь и сейчас поражает То есть он где-то там В Казахстане Или где-то встал Он лучший игрок Казахстана, безусловно Лучший игрок, так что еще покажет Чемпионатик Ну, не знаю, кому он покажет А сколько ему лет сейчас? Так, он 81-го года Мая, если я не ошибаюсь 37 лет Ну, то есть уже тоже Чуть-чуть и будет На тренеров Ну, это практически финал Поездка в Казахстан Это уже финал Ну, при всем уважении Сейчас вот Кирилл Зачем ты так сейчас? Ну, ладно Прервемся мы ненадолго, друзья И скоро программа Стране о спорте продолжится Будьте здесь Страна ФМ и Спортэкспресс Представляют Стране о спорте Лайф Ну что, нам есть что вспомнить И есть о чем поговорить Это телерадиоканал Страна ФМ Стране о спорте Влад Кутузов, Валерия Майорова И, конечно же, наш гость Корреспондент Издательского дома Спортэкспресс Кирилл Бурдаков Мы уже много и обстоятельно Поговорили с вами про футбол А вот здесь у нас сидит человек Который тревожится За судьбу российского тенниса Насколько... Да, Владислав? Сейчас хочешь, я вопрос задам? Нет, нет, я могу задать Я просто потом вы мне скажете Что я вот как бы украла у вас вопрос Да, ради бога, пожалуйста Насколько вероятно, что Мария Шарапова Сейчас так увлечется личной жизнью Что прям вот возьмет тайм-аут И уйдет вообще детей рожать Ну она уже берет тайм-аут до Нового года, да? До 31 числа К официальной объявлению Про процентики я, наверное, дам, конечно Это всякое в жизни бывает Но вряд ли больше Ну, она закончила сезон Ну и что? По большому счету Все турниры важные Уже отыграны Те важные, которые остались Ну, финал, там, года Она туда не попадает По понятным причинам Она в рейтинге стоит сейчас Ну, не в первой восьмерке У нас сейчас, к сожалению Восьмерки вообще никого нет Хотя были времена Когда пятерых туда отправляли Но такие времена в женском трене сейчас Ничего страшного Абсолютно Это нормальная практика Все турниры большого шлема отыграны Где можно набрать много очков Заработать денег, опять же Она сейчас просто подготовится К следующему сезону И начнет его уже В первых числах января Думаю, в Австралии Или в Брисбене Или в Окленде Потом Австралии на Оупен И все по новой Как с года год было То есть такая дутая сенсация? Это вообще не сенсация Вот последние эти два месяца Но она не поучаствует в Кубке Кремля Думаю, не очень ей хотелось А больше турниров Которые вот так Российское ухо могут зацепить Сейчас их уже не осталось В календаре По большому счету Во второй половине Да как бы даже не в начале ноября Уже год теннисный закончится Там останутся просто Ну Последние турниры Которые уже доигрываются Через морально волевых людьми Ну или играются теми Там второстепенные Которые наоборот Хотят следующего года Кирилл, ну смотри Сейчас ходит случай Что она вообще может не вернуться Почему? Потому что если возвращаться Как считает Шарапова И наверное совершенно справедливо То под номером один А якобы под номером один Она уже вернуться не может Потому что тут и состояние здоровья И вот эти вот длинные паузы Которые были и так далее Справедливо считает Конечно Что ее привыкли видеть все-таки выше Ну Я не в курсе ситуации Прямо глубоко Но думаю Сезончик два Она еще поиграет Потому что Вряд ли она забросит Попытки вернуться Ну хотя бы в десятку А может быть И к первым номерам Хотя это проблематично Конечно Слушайте Ну мы вот сейчас В ближайшее время Да Мы вот раз уже начали протест Давайте еще по другим девчонкам Пробежим с девчонкам Какие вот яркие фамилии Которые все-таки войдут Вот в эту вот восьмерку И займут там места В самое ближайшее время Ну Дарью Касаткину Ну россиянки Да-да-да Дарью Касаткину Мы там ждем И ждем Думаю уже в будущем году Ну может через годик Дарье 20 21 Ну Молодая совсем Совсем Ну как Были времена Когда в теннисе 20 Было уже возрастом Не молодым Как раз когда Курникова Хингис там зажигали Сестры Уильямс Появлялись Они были совсем юными Там Чуть ли не 16 лет Начинали Сейчас конечно Заматерял немножко 20 лет Да Она одна из самых молодых Там вверху Она 13 Сейчас Была 11 По-моему Ну думаю В ближайшее время Ее мы в десятке увидим Какой-нибудь из турниров Большого шлема Она должна провести Здорово А этого обычно хватает Чтобы Ненадолго Как минимум Ненадолго Но в случае с Дашей Должно надолго Все-таки быть Заскочить Туда повыше Все остальное Ну вот Шарапова Сейчас если не швастерая Ракетка России Она где-то В третьем десятке А дальше все Старые знакомые Павлюченкова Макарова Сейчас они Так 30-е и 40-е Ну поднимаются Иногда во вторую десятку Но боюсь Боюсь Что вот 15-е места В лучшем случае Там 11-е и 12-е Но это в идеальном При идеальном раскладе Да-да-да Вы меня простите Я вот может быть Не сильно там соображаю Когда какой будет чемпионат Но я точно знаю Что есть некий Латентный конфликт Между Сиреной И нашей Машей Шарапова Вот теперь когда У одной перерыв Вторая там тоже Как-то то на материнство Переключалась То взяла тайм-аут Когда в каком году Предположительно Они все-таки сойдутся И нам уже настанет раз И навсегда понятно Кто крут Ну К сожалению Для российского уха Скажу что Кто круче Все-таки Понятно И сейчас Счет противостояния Очного Что-то типа 18-е Ну и такая Объективная реальность С большим отрывом С девятикратным Ну то есть Причем Последняя победа Марии над Сиреной 2003 год Ну вот сейчас же говорят Что Сирена испугалась Когда не вышла Вот она не вышла Да Испугалась Ну может быть Или побоялась Испортить статистику Сирена-то в том матче Ничего не теряла Она только вернулась Она ничего не защищала Там же в теннисе Вся система начала Надо защитить Вот эти вот очки Которые заработаны В прошлом году Не защитил Упал вниз Защитил Держишься на плаву Ей ничего не надо было защищать И она Ну может правда Не хотела прервать эту серию Это думаю Та серия Которую Сирена будет гордиться На протяжении Потом уже Закончив Если она когда-нибудь Закончит А этого уже Десять уже А вот не заканчивает Она молодец Она в прекрасной форме Чего и заканчивает Ну да Вот финал вышел Причем я вот Поражаюсь ей То есть она Одной рукой качает ребенка А другой она берет И нарабатывает очки Красота Такое ощущение Что и третья еще есть Слушайте у нас осталась минута Кирилл предлагает Катиться к футболу немножечко Хочется от тебя прогнозов Дело неблагодарное Понятно все это Да Но тем не менее По вот тому Как сейчас играют команды Вот твой прогноз Третья, вторая и первая Кто чемпионом будет Это же чемпионат Да Зенит Наверное все-таки Локомотив? Нет Ну я бы хотел Наверное СССР Локомотив Может быть Краснодар Я почему спросил Потому что в прошлом году Ты помнишь Да история была Когда все говорили Что Зенит Однозначно А потом А потом оно Вон случилось Ну а потом Ну там Юрий Павлович Семин Ну да И собственно В очередной раз Это доказал Но в этот раз Локомотив слишком много Сейчас потерял И локомотив не вытащит Боюсь даже Тройку может не попасть Так мужчина Опять я вас перебиваю А 15 секунд А потому что надо заканчивать Да У нас корреспондент Спортэкспресс Кирилл Бурдаков Был в гостях Кирилл большое тебе спасибо Было крайне интересно Ждем тебя в следующий раз Уже приходи И рассказывай Обязательно Уже сейчас это делаем Валерия Майорова И Влад Кутузов Послушаемся завтра Пока-пока Всем счастливо Субтитры сделал DimaTorzok